Первым юбилейную медаль получил ученый с мировым именем Борис Лапин. Чтобы вручить награду фронтовику, глава города Алексей Капайгородский приехал в Институт приматологии. Этот научный центр Борис Лапин возглавлял более 50 лет. С уважением к вам, к вашей деятельности, ко всему коллективу приехали пожать руку и сказать слава и благодарность. С первых дней Великой Отечественной Борис Лапин находился в действующей армии. Был пилотом, инструктором парашютно-десантной службы, участвовал в боях на Курской дуге. Сразу после фронта Лапин поступил в мединститут. И вот уже более 75 лет он в строю. Ветеран уже 98, но он продолжает заниматься наукой. Возможность работать считает большим счастьем. Я как-то возраст свой не очень чувствую, понимаете ли. И то, что я не просто работаю, а я занимаюсь исследовательской работой, научной работой. Это чрезвычайно важно и чрезвычайно интересно для меня. На встрече с главой города Борис Лапин говорил о развитии института приматологии. После этого, чтобы исполнить поручение президента России, глава Сочи отправился в ЛАО к фронтовику Василию Ткаченко. Со всем юным он ушел в партизанский отряд, который базировался неподалеку от Туапсинского района. Позже был призван в действующую армию. Мне было 16 лет, я участвовал в оборону Кавказа. Потом 17 лет участвовал в освобождении Кубани, Краснодарский край. Свой кровный край, где я родился и где я прошел путь такой, что никому я не желаю видеть больше. До 9 мая награды будут вручены более чем 2000 ветеранов. Решением городского собрания Сочи каждому из участников войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и ветеранам трудового фронта предоставят единовременную денежную выплату от 5 до 10 тысяч рублей. Для получения выплаты необходимо обратиться в отдел социального развития администрации района по месту жительства. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.